Я Владимир Пащенко из города Банаула. Хочу обратиться к тем людям, которые находились в семье верующих с отцом, с матерью, среди родных своих, которые знают Христа, которым рассказывали о жизни вечной, о спасительной жертве Иисуса Христа. Но эти люди не приняли Христа в своем сердце, не родились выше и избрали иной путь. Путь не следования за Христом, а ушли в этот пролюбодейный грешный мир. И Господь наш призывает таких людей к покаянию, отбросив все сомнения. Как написано у книги Серахова, 5 глава, 8 стих. «Не медли обратиться к Господу, и не откладываясь со дня на день, ибо внезапно найдет гнев Господа, и ты погибнешь во время мщения». Это 9 стих. Серахов, 5 глава, 8, 9 стих. То есть, если человек падает духовно, Господь тому не благоволит. Потому что для этого у человека все есть. Господь говорит, воззови ко мне, и я услышу тебя. Надо призвать Господа. Как и у апостола Якова сказано, что «Если будешь просить верую, немало не сомневаясь, дастся тебе». То есть, немало не сомневаясь. Кто просит у Господа, тому Господь отвечает на его молитвы. Лишь бы наши мысли не были двоящимися, подобно морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Вот, и я решил прочитать стихотворение одно, очень поучительно, для диетих людей. Послушайте внимательно, преклоните к этому сердца свои. Да коснется Господь вас, Иисус Христос. Посетит своей милостью и даст слезные покаяния. Друзья, заранее прошу прощения. Быть может, и не время-то вспоминать. А я вот вспомнил. Вспомнил все мгновенно. Деревню нашу, дом отца и мать. Отец и мать мне часто говорили. Сыночек милый, к Богу обратись. И ежедневно обо мне молились. Но я любил свою совсем другую жизнь. Вино, друзья и сотни развлечений. Мне ослепили сердце и глаза. Я ослепленный с диким наслаждением. Смотрел я в рюмку, а не в небеса. Молитвы для меня страшнее яда были. О Боге я и слышать не хотел. Летели дни. Я жил в грязи и пыли. И думал я, что это мой удел. Мне не забыть, наверное, навеки. Тот страшный день. Отец мой умирал. Из материнских глаз слез вытекали реки. А я стоял хмельной и бормотал. Но где же Бог твой? Что ж Он не спасает? Он исцелитель. Что ж ты не встаешь? И с Богом люди тоже умирают. И ты, отец, как все в земле, зниешь. Он улыбнулся и сказал сердечно. Я жив еще, а ты, сынок, мертвец. Но знай, что мертвым ты не будешь вечно. И вскоре посетит тебя Творец. Отца похоронили. Мать молилась. Втройне молилась о душе моей. Потоки слез, что за меня пролились, Я буду помнить до скончания дней. Ну а тогда я думал по-другому. Была противнее мне мать с каждым днем. И вот однажды я ушел из дома. Глубокой ночью, словно вор тайком. В скобках. Встретил друга, приехавшего из деревни. И стоя под дождем, разговорились. Вспомнил мать. Предстал передо мною милый образ. Глаза печальные и мокрые всегда. Забилось сердце. Задрожал мой голос. А вырвались бездушные слова. Но как там мать? Меня хоть вспоминает. Наверное, давно уж прокляла. Хотел заехать? Все. Да времени хватает. Сам понимаешь. То работа, то дела. Дела, работа. Помолчал бы лучше. Твои дела нетрудно угадать. Я расскажу. Но только с сердцем слушай. Про то, как позабыла тебя мать. Когда сбежал ты, мать твоя от горя. Вся посидела. Ведь тобой жила. И каждый день в любую непогоду Шла на распутье и тебя ждала. Ну а когда стоять была не в силах. Когда она в посель совсем слегла. Кровать к окну подвинуть попросила. Смотрела на дорогу и ждала. Его слова стремительным порывом С души сорвали равнодушие в раз. Я задрожал и прошептал пугливо. Скажи, что с ней? Она жива сейчас? Сейчас не знаю. Уезжал, дышала. В ее бреду услышал я слова. Сыночек милый, ты пришел? Я знала. А ты, работа, говоришь, дела. Я побежал, подстегнутый как плетью, Одним желанием, жгущим как огнем. Увидеть мать, не опоздать, успеть бы. Упасть перед ней, раскаяться во всем. Вокзал и поезд. И одно лишь слово в висках стучало, Молотом сильней. Хотел не думать, Но напрасно, снова, Я слышал лишь одно. Скорей, скорей! Вот поезд встал. Я вышел. От волнения меня трясло, И что-то жгло в груди. Я в ночь шагнул, Дрожащей страшной тенью, От пламени, горевшего внутри. Знакомая дорога и деревья, И только незнакомый сердца стук. Вот кладбище, за кладбищем деревня, Могилы и отца я вспомнил вдруг. И ноги как-то сами повернули, И в тишине же шелестев листвой, Меня к его могиле потянули, Заросшей и заброшенной тропой. Я шел, до боли напрягая зрение, Знакомая березка, Значит, здесь. Впервые в жизни Встал я на колени, Обжег щеку Холодный, мокрый крест. Отец, прости безумную ошибку, Ты прав, ты жив, Я слышу шепот губ. Стоишь ты передо мной, Твоя улыбка, А я зловонный, Сгнивший мерзкий труп. Но я заботой И любовью к маме Сотру все прошлое, Клянусь тебе, И ты, мой папа, Будешь в сердце с нами. А если? Если мать уже в земле, И сердце снова бешено забилось. Я огляделся, Тьма низги кругом. И вдруг луна, Окрестность осветилась, И я увидел рядом свежий холм. Да, Лишь луна и звезды только знают, Как я со стоном на могилу пал, И мамин холмик обнимал рыдая, И землю по сынове поцеловал. Ты слышишь, мамочка, Прости, родная, Не надо, Не молчи, Открой уста, Давай молиться вместе, дорогая. Встань, мама, Слышишь, Умоляю, встань. Но холм молчал, Дыша могильным тлением, Кругом ни звука, Словно мир уснул. И вдруг я понял, Кто мне даст прощение, И своплем к небу руки протянул. И эта ночь последней стала ночью В моей безбожной жизненной ночи. Она открыла мне слепые очи, И я увидел новый Божий мир. С тех пор живу я с Господом и Иисусом, Моя в Нем радость, Счастье, Чистота. И никому сказать не побоюсь я, Что я не мыслю жизни без Христа. Когда я вижу перед собой картину, Заплаканную, сгорбленную мать, А рядом с гордого, напыщенного сына, От всей души мне хочется сказать, Вы, матери, имеющие сына, Прострите ваши руки к небесам И верьте, что молитвы ваши в силах Творить и после смерти чудеса. Вы, сыновья, забывшие о Боге, Взгляните на молящуюся мать И встаньте рядом, Чтоб своей дороге Вам эти слезы не пришлось пожать. Написал его Николай Шалатовский. Это его стихотворение. Вот такое поучительное стихотворение. И Господь призывает, Он говорит, придите ко мне все Труждающиеся, обременные, И я успокою вас. И также откровение 3.20, И Господь говорит, все встаю у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, Я отвори дверь, Войду к нему, И буду вечерять с ним, И он со мною. Приди ко Христу, Человек. Аминь.